С утра, такое нетерпение, я проснулся сегодня рано, они уже сидят, дрожат, смотрите как дрожит Жорик, у нас весят, у него такие, не конвульсы, как инвульсы, короче у него взрывы, дрожи, а знаете почему, потому что в доме появилось новое существо и они вот с нетерпением ждут, когда же их познакомят, мы еще боимся знакомить их с мирой, потому что не знаем реакции как будет вдвоем, но пока что через сетку, вот у нас сетка, через нее допускаем контакт, так вот вчера Жорик даже не пошел спать в гараж, он просидел на порожках вот здесь всю ночь, я ночью вставал и видел как он сидит, ему так хочется познакомиться с мирой, ну в общем будем сейчас наверно знакомить, где она там у нас есть, Мира, Мира пойдем поближе знакомиться уже, я иду смело сюда, потому что здесь у ней облюбованный угол, Мира пойдем, там к тебе пришли Марсик, Жорик, они спрашивают, а Мира выйдет, ну пойдем, вот они смотри, иди сюда, 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 вот они друзья, видишь вон они к тебе пришли, хотят с тобой познакомиться, но я буду открывать, ты ж не убегай, куда ты, а тут кастрюля с едой, ну что, ну не буду вас мучить, запущу конечно, так вот так, чтобы только не заскочили, сколько неперпения, да подождите вы, двери сломаете, кто первый, Марсик, ты первый, все-все, Жорик, заходи, Жорик, Жорик, не дает ему, так, хватит, хватит, все, все, сетка закрывается, сейчас, Мира, Мира, тебе пришли, Марсик, так нехорошо, иди у нас, Марсенчик, давай, Жорик будет смотреть в эту дверь, а ты пойдешь в другую, у нас еще в спальне, Марсик, Марсик, иди сюда, иди, нет, Марсик, один сиди, а ты, Жорик, иди туда, Марсик, сиди тут, Жорик, мы, короче, сейчас посмотрим, что произойдет, сейчас они распределятся, Марсику надоест, он убежит, а Жорик будет сидеть, Жорик упорный, ну что ты, опять, опять ты в этот угол, да, ну пошли, там же к тебе пришли, друзья, пойдем, надо носить, вот, смотри, они уже тут сидят, сидят, мы через сетку, конечно, не боимся, боимся, вдруг погрызут сетку, ну, Марсик, Жорик, вот они, смотри, знакомься, знакомься, погладь, видите, Марсик он такой, а этот будет сидеть, Жорик будет сидеть весь день, он отсюда не уйдет ни на секунду, он почувствовал родню, во-первых, они одного окраса, а Марсику надо черненькую собачку, Марсенчик в стороне, я от Жорика обалдел, он такой весь дрожит, трусится, сколько эмоций, Жорик, ну что, ну вот ты уедешь, а Марсик, он тогда будет с миром дружить, Марсик не любит конкуренции, видишь, он только за то, чтобы был один-един, в общем, пока не рискуем их подвергать контакту близкому, кто его знает, чем это может закончиться, пусть принюхается, пусть эта дрожь пройдет, подозрительно, у Жорика, что там, смотрите, весь, видите, как дрожит, Марсенчик, ну подожди, познакомитесь, не переживай, пусть пока будет так, сидите, знакомьтесь, это близкое знакомство уже днем, вчера было вечером, было вчера все это как-то скомканно, и мы тоже с дороги приехали, разволновались, надо было Милочку устроить, а сейчас уже вот она ночью, правда, не спала, ходила, я уже видео выложил, а сейчас я ее заставлю весь день бегать, чтобы она ночью потом спала, ну, в общем, вы так вот сидите, общайтесь, что вам еще нужно? Жорик, прям счастливый, вот я сейчас специально буду подходить каждый час и снимать, и он будет здесь сидеть, он никуда не уйдет, он уйдет только пописать в травку, и опять придет, будет сидеть, вот вчера он два раза отлучался, пописал, и опять, и сидит здесь, и взгляд его говорит, ну, а что, Мира выйдет, а когда с Мирой можно будет поиграть? Какая дивля. Марсик смотрит, конечно, он скажет, я не против с Мира играть, ну, уберите этого Жорика, вот он, видите, как на Жорика смотрит, когда же он уедет в свой Краснодар, я тогда с Мирочкой буду гулять, буду ее за ушко целовать, лизать буду ее, а этот Жорик, он конкурент, все, Марсик пошел на дистанцию, всем своим видом показывает, что мне это особо-то и не нужно, хотя он Жорика воспитал, когда Жорик был маленький, Марсик ему даже со своей миски давал покушать, уступал ему место на лежачке там, на подушке, подушечку свою даже давал, и Жорик спал его на нем, иногда положит голову на Марсик и спят, храпят, а зимой так они вообще клубочком вместе, когда жили, а потом, когда Маша забрала Краснодар Жорика, потому что вдвоем им в доме очень тесно, они начинают беситься, драться, а подкушать надо, а по одному они себя очень хорошо ведут, и когда забирает Жорика в Краснодар, Марсик остается один, он тогда приличный становится, приличный становится, кто он приличный? Собак? В общем, приличный Марсик становится. Мира, ты покушаешь, выйдешь потом к друзьям? Вот она уже ночью три раза подходила кушать, уже с утра два раза покушала, ну, маленькие дети всегда кушают. Часто. Ну, в общем, знакомство состоялось. Жорик как закрипнотизированный. Иди, Мира, ну иди. Иди, иди, ждут тебя друзья, ну, счастлив, вот так. Все, вышла девочка. Дождались пацаны, девчонку, вышла к ним на свидание. Марсик-то какой. Марсик, знаете что? Он с достоинством. Он сказал так, или все, или ничего. Или, Мира моя, не хочу ни с кем делить. Жорик, он идет на компромиссы. А Марсик нет. Марсик достойный. Марсик своеобразная собака. Поэтому он и звезда. Я заметил, когда французский бульдог Марсик, видео идет, на него просмотров больше. На Жорика меньше. На Лирика практически нет. Лирик, он никогда не подойдет. Даже когда Жорик уедет, все равно Лирик будет сидеть в будке. Он выходит иногда, но очень редко. Такой любитель лежать в будке. А вот эти очень активные собачки. Что Жорик, что Марсик. Мира тоже активная. Всю ночь топала. За мной ходит. Куда я, туда она. Как хвостик. Я сел, она легла у меня на ноги. Тепленькая такая. Пригрелась. У меня и ноги затекли. А я не могу встать. Думаю, ну как сейчас, потревожу ее. Она уснула. Марсик пошел. Все. Видите, какой. Какой Марсик. Вот так вот. Собачий. Видите, характеры. Со стороны смотрит. Конечно, ему бы хотелось подойти. Вот она. Но надо же показать свою независимость. Вот такой вот у нас Марсик. Ну что? Знакомство продолжается. Ну, пусть сидят. Пусть сидят. Принюхывается. В общем, я ровно через час сниму. И посмотрим, что будет делать Жорик. Марсик пришел сюда. Чтоб ее упустили. Ты хочешь, чтобы тебя пустили? Марсенчик. Ну как быть? Я не знаю. Я боюсь просто за Миру. Я знаю, что ты ничего не сделаешь. Ну, мало ли. Ну, ты просто можешь придавить. Она маленькая. Марсенчик, она просто маленькая. Ты, вот она бежит к тебе. Мира. Мира. Где ты? К тебе Марсик пришел. Мира. Ты. А. Ее любимое место, это мой кабинет. Видите? Это мой кабинет. Вот тут она облюбовала. А тут, потому что, вот, видите, какая подстилочка. Мягенькая такая. И вот она здесь всю ночь спала. Иди, там к тебе друзья пришли. Марсик пришел, Жорик пришел. Пойдешь? Ну ладно. Пусть сидят. А я полежу. Прошел час. Вот. А это как пост номер один в армии, там. Возле знамени стоит солдат. А это Жорик. Марсик уже уходил пять раз, приходил. Он опять пошел. А Жорик никуда не уйдет. Он будет дежурить. На боевом дежурстве. Ну. Пойду через час. Опять приду. Вот. Теперь он переместился сюда. Жорик. Что ты дежуришь? Ты вот один. Марсик он только скулит и все. Ага. А ты молчаливо ждешь. Что ты страдаешь? Марсюнчик. Что? Так им хочется познакомиться. Ну терпите. Ну что я могу поделать? Карантин. Все. Выдержите карантин. А потом я вас познакомлю ближе. Еще час прошел. Ну что ты опять сюда пришел? Ты то туда, то туда. А где же Марсик? Марсик. Сейчас подтянется. А Марсик сидит возле той двери. Вы что там? Каждый караулите на своем месте, да? У каждого свой пост. Ну надеется, что когда же мира выйдет. Прошло еще вот три часа. Так и сидит на одном месте. Жорик, пойди хоть попейся. Ну что ты так? Жорик, мне тебе жалко. Марсик он видишь спокойно. Он ушел, погулял, пришел. А ты все, ты весь во внимании. Ты хоть водички попей. Дай, я тебе дам водички, попьешь. А то ты тут от жажды. Так, я вас не пущу. Нет? Отходите. Отходите. На, водички. Попей, а то в ожидании от жажды. Замучаешься. Все. Вот, пейте и сидите. Все, водичка вам есть. Попейся только, сходи. Да? И повизгивает. Ну ладно. В общем, надо заканчивать видео. Пошел, гляну где-то мира. И пока хватит. О, а мира нету. Нет что-то там черненькое. Это кто тут? Ой, ты как пристроилась тут. Будочка такая у тебя, да? Мира. Как ты туда залезла? Там тебе хорошо? Да? Какая маленькая. Сказали, нельзя гладить за ушки. Там, за поголовки. Чтобы ушки не повредить. Ну, у меня это руки чувствительные. Я, в принципе, могу руками даже определить толщину листа тетрадного. У меня есть такой тетрадный. Я могу определить, сколько? 0,1 миллиметра. Поэтому, конечно, дети могут, не чувствуя меры, повредить. Но мне, как бы, уже лет столько, что я столько передержал в руках, Так что могу чувствовать самое тонкое, самое чувствительное. Возраст мне дал эту привилегию. Ну, не буду рисковать. Не буду рисковать. Ну, что, пошел я выкладывать видео. Давайте. По скрипту. Ну, вот еще раз. Вот уже ровно 4 часа прошло. Как он сидит. Марсик в стороне. Он только подходит. А Жорик не отходит никуда. Он на боевом посту. Редактор субтитров А.Семкин